МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ФИНАЛ! Ну что, молочные братья, в банке 7200 гривен, и у нас классика! Новичок против младиатора! Парни, сколько своих денег вы готовы поставить, для того, чтобы сегодня победитель забрал всю сумму в себя? Я думаю, гривен 200. Мало. 700. Общаться с ними даже. Давай 400, больше не дам, больше нет. А, давай. Согласился? Да, ладно. 400, 400? Да, по 400. Итак, участники готовы поставить по 400 гривен, а я готов принять их ставки. Парни, бросайте деньги. Итого в банке 8200. Как я это понял? Все просто, было 7200 плюс 800, 8000. Именно эта сумма стала финальной в сегодняшнем нашем забеге дурагонов. Ну что, дурагоны, вы готовы к финальному испытанию? Нет. Да. Это называется готовы? Вы готовы к финальному испытанию? Да. И для начала я хотел бы уравнять шансы. Закрой глаза, Вань. Ну а что, у новичка есть усы? И борода. А у Ваньки нет. Святой Отечественник, Викториасов. Вот теперь, вот теперь все по чесноку. Идем? Идем за нами. Ну что ж, ребятки, вот он финал. Два участника и только один приз. 8000 гривен. И сейчас мы узнаем, кто же заберет эти деньги себе. В финале мы приготовили нашим отчаянным настоящие сложности. Я бы даже сказал, сложности перевода. Итак, Дима, перед тобой красивая корейка. Ну, либо как любит она себя называть, кореянка. А, перед тобой колека. Ну, как он любит себя назвать, отчаянный. Смотри, карточки, на которых написаны различные фразы. Наша прекрасная Анастасия... Что в переводе с корейского означает наш язык? А как это означает? Вода, подстекающая по горному склону. Будет называть тебе эти фразы на корейском языке. А ты должен отгадать, какую же фразу она сказала. Каким образом просто взять табличку и поднять ее с той фразой, которую, по твоему мнению, она назвала на корейском языке. Потому что наш язык она не понимает. Ты задал? Сделал? А, сейчас не понял. Ну что, ты готов? Да, тогда начнем. Ну, 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 ну. Это было бы так очень просто. Отгадал, не отгадал. Нет, если ты называешь неправильный ответ, то вот такая порция, уж поверь, не корейских, не корейских, а наших отборных украинских червей попадает тебе в рот. Но не через нос, как в прошлом раунде с молоком. И не глотать, да? Да. И не глотать, да? Глотать, глотать. Спасибо. Понял? Да. Готов? Ну, Димон, молодым и новичкам у нас дорога. Поэтому ты первый. На счет три. Раз, два, три. Пожалуйста. Вот так вот тебя сразу зарядили. Такое ощущение, как будто звонил другу и случайно попал на корейский оператор. Да, задача не из легких. Понять корейскую грамоту, да еще и в случае ошибки выпить рюмочку червей. На кону большие деньги, ради которых и корейский можно выучить. Кстати, нашему участнику нужно выбрать из пяти фраз. Я люблю тебя, кролик. Какой же ты противный, вантус. Ты самый сексуальный хорек. Вали нахрен, нищеброд конченый. Сегодня мы идем к телочкам. Бог чую, будет весело. Я думаю, это вот это. Вали нахрен, нищеброд конченый. Перевод. Нет, это не эта фраза, нет? Это не синий синий мальчик, а лальчик? Это не синий мальчик. Дима, ты знаешь, что делать. Не угадал? Пей. Влупи червей. Не угадал? Пей, лупи червей. Дима, напоминаем. 0-1, не в твою пользу. Первый выстрел мимо. Попытка номер два. Дальше, я думаю, что это очень важный. Чига? Чига. Чигевара, да? Чига, Чигевара, да? А ты король логики. Чига, Чигевара. Исходя из его логики, Чига, Чигевара, чечетка, чебурек. Чечетка, чебурек. Чига, как ты думаешь, что такое чига? Может быть, чига это было в конце, да? Это может быть кролик. Не, 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 не. Хорек. Ну, чики, Чига. Чики, Чига. Ну, как корейские типы. Чига. Чига, Чига, Чига. Ну, мы тебе помогли? Или просто изнасиловали твои уши? О, покажи всем, какую ты карту играл. Угадал? Угадал! Угадал! Какой же ты противный вантус! Димка, давай, поднимай бокал за победу. Углачи, углачи. Ладно, Дим, не расстраивайся. Тебя только что обозвали противным вантусом. Но это тебе принесло один балл. Мы продолжаем. Один-один. Поехали. Соберись, у тебя осталось четыре таблички. Один, два, три, четыре. Вот тот первый вариант, который ты не отгадал. Который ты не отгадал, а я на эмоциях выкинул. Он все-таки играет и участвует. Подвигайся. Вот, пожалуйста. Ну что же. Юни-да? Юни-да! Я тоже да. Слушай, ты давай этот кубинский сюда не приписывай. Извините, сорвался. Да, как видите, корейский язык для наших ушей – это что-то абсолютно непонятное. Диме пришлось очень долго гадать над тем, что же зашифровано, значит, это Юни-да. Дима, тебе позвонили уже. Это тебе вот сюда позвонили, в чайник. Давай. Раз, два, три. Ответ. Итак, покажи. Вот это неправильно. Блин, нахрен нищеброд конченый. Юни-да – это ни хрен, ни нищеброд не конченый. Верни табличку, ты не отгадал. И вот такой чейндж-обмен. Возьмите, прекрасные черви. Эти прекрасные черви собраны из холмов далекой Франции. Черви урожая 65-го года. Давай. Давай, пей до дна. Эх, Дима, Дима, полиглот из тебя никакой. Забегая наперед, скажу, что дальше гадания Димы не особо увенчались успехом. Итак, счет 3-1. Не в мою пользу. Выиграть ты уже не сможешь у этой прекрасной кореаночки. Но вот гол престижа попробуй забить. Олен, Юзера, Идо. Олен, Юзера, Дэдо. Зеро, ноль, Юдо, тоже ноль. Ты ноль. Ты ноль. Мне кажется, ему нравятся черви. Он специально проигрывает, чтобы наслаждаться этим прекрасным сухпайком. Да, бесплатные черви. Почему бы не перейти и не похавать? Ты знаешь, что, Димка, ты карась. Ты любишь червей. Итак, Дима, сделай свой балл. Да? Да. О, есть. Давай, давай, покажем, что же это означало. На, Настя, ты говори, говори. Ну, конечно. Сегодня мы идем к телочкам. Итак, счет 3-2. Ты проиграл Кореи. Ну, ничего, не расстраивайся. Ты дал два правильных ответа. А мы с Ильей узнаем, и вы тоже, сколько правильных версий выдаст гладиатор Иван. Идем за ним. Это был такой нереальный яд. То, что я не знаю корейского, это, конечно, минус, потому что я хотел поугадывать, дабы как можно меньше пить и есть этих неплохих и вкусных даже червей на вкус, я вам скажу. По вкусу просто, как вы взяли какое-то немытое яблоко с земли и легенький привкус с земли. Иван, 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 мы тебя рады видеть. Тебе сейчас предстоит нелегкое испытание. Нелегкие уроки корейского языка. Задача проста. Прекрасная Анастасия задает тебе вопросы на чистом корейском языке. Тебе нужно ответить, поднять табличку, угадать, угадать с той фразой, которую она тебе сказала. Если ты это сделал, то очко идет тебе в корзину. Смотри, перед тобой фраза. Я люблю тебя, кролик. Явно тебе такое мало кто говорит в жизни. Какой же ты противный вантус. Это твоя любимая фраза. Ты от родителей еще слышал. Да, больше похоже на правду. Сегодня мы идем к телочке. Это тоже никогда вы с ребятами не обсуждали. Нет, ты самый сексуальный хорек. Ну, ты самый хорек. Это да, сексуальный мы так немножко добавили. И вали нахрен, нищеброд конченный. Это та фраза, которую мы хотели бы с Димой сказать тебе в конце программы. Да, ну, ее обычно Дима на конечных всегда слышит от водителя. В общем, ты должен отгадать, какую именно фразу сказала Анастасия. Отгадал, молодец, не отгадал. Вот эти прекрасные черви попадают к тебе в организм. Ну что, тебе все понятно? Поехали. Раз, два, три. Получи такого леща корейского. Давай вернемся в той ресторан. В той ресторан. Я перепутала со знаменитым ресторатором, который рисует себе тоже на лице. А кто это? А тот сумасшедший псих. Да, тот больной. Который пирожка. Ну? Пусть это будет. Пусть это будет? Нет. На. Вали нахрен, нищеброд конченый. Он не угадал. И эту штуку мы оставляем себе на конец программы. Пожалуйста. Не угадал? Не выпадут. Не, не выпадут. Если у тебя дырки в голове нет, то не выпадут. И в желудке. Просто ради информации скажу, что мы для этого испытания использовали навозный червей. Сразу видно, гладиатор опытный. На червях собаку съел. Может, это ему как-то поможет в понимании корейского? Счет 1-0 в пользу кореи. Мы продолжаем. Данчин полегло, полегло и пущиньга. Вот так вот. Полегло, полегло, пущиньга. Или полегло, полегло у щенка. Что у щенка полегло? Вали нахрен, нищеброд конченый. Слушай, подожди. Что с тобой происходит? Ты уже поднимал, вали нахрен, нищеброд конченый. Тут еще есть таблички. Ну и что? Ну тогда, вали нахрен, нищеброд конченый. Это не то, что сказала тебе Настя. Поэтому бери еще одну рюмочку и выпивай. Стратегия Ваньки. Поднимать одну и ту же табличку на все варианты может сыграть с ним злую шутку. Ведь угадав только один вариант, он может уступить своему сопернику. Ну что же, посмотрим, как все сложится. Давай, анимешка, заряжай. Он сегодня хотел пойти к телочкам, но не удалось. Поэтому пей. Как это противно. Совершенно с тобой соглашусь. Так противно за ним наблюдать. Или ты про червень? И про него, и про червень. Назад просили, да? Все, вижу. Ты к донтисту сходи, а рот пустой, все нормально. Пожалуйста, Анастасия. Бульянг лакчо. Бульянг лакчо. Бульянг лакчо. Это новый хит Псая. Бульянг лакчо. Покажи всей стране, что вантус и бульянг лакчо – это разные словосочетания. И как вы уже понимаете, Ванька никак не выигрывает главный приз. Но подоблюдать за тем, как он выпивает червей – бесценно. Последняя фраза, я так понимаю. Давай. Оле зерене нью и до. И после. И нью до? Оле зерене нью до и после. Подумай, ты главное не спеши. Смотри, огромное количество фраз. Это что-то с музыкой, с музыкой. Оле зерене нью до, ре, ми, фа, со, ля, чу. Это корейская, не лунда, а грамота. Да. Да. Я просто знал секрет. Давай, давай, рюмку выпей. Выпей рюмку. Можно другую? Выпей другую, пожалуйста. Любую пери. И когда у нас отвечают правильно, выбирают сами. Давай. Пей. Серьезно? Я угадал. Ну и что? Ты молодец. У тебя один балл, все правильно. Пей. Давай. Черт, четыре, не пей. Это вам не верится. Просим, просим, просим. Заставляем, заставляем. Давай, выбирай. Вот, вот, смотри, самая красивая. Ваня, ну давай быстрее пьем здесь. Ты гладиатор или нет? Эй, телочки, быть может, сегодня он придет именно к вам. Еее! Самое интересное, что если он отгадал, он мог не пить. Да ладно, кому это уже? Да подожди, он сейчас их вернет. С корейским я никогда не сталкивался. Можно было только угадать полный рандом, только одно слово, которое мне было известно. И из-за этого я и угадал одну фразу. Вот они, непримиримые соперники. Посмотрите еще раз друг другу в глаза, парни. Сегодня с самого начала Дима говорил, что он порвет гладиаторов, разорвет их как грелку, как штаны, как все, что возможно на этой планете. Я не знаю, мне очень тяжело, потому что действительно сегодня была достойная борьба, супер-шоу. Один из вас выиграл с отрывом в один балл. Всего лишь один балл. Один балл одну червячную рюмку. И 8 тысяч гривен в сегодняшней схватке безбашенных отчаянных достаются. Новичку Димону! Димон, ты выигрыш 8 тысяч гривен! Это была программа Отчаянные! До встречи через неделю! Пацан! Отчаянные! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...